МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В сегодняшний амбициозный проект у села Климовка на правом берегу Волги начались подготовительные работы к возведению моста. Строеплощадку осмотрел губернатор Дмитрий Азаров. Участок автомагистрали протяженностью более 100 километров, включающий в себя уникальную конструкцию, станет частью международного транспортного коридора Европы-Западной Китая. Об особенностях нового объекта репортаж с того берега Андрея Горгуленко. Отсюда кажется, что до левого берега Волги подать рукой. Но между берегами 4 километра. Именно в этом месте и будет построен мост, соединяющий Тольятти и Климовку. Помимо мостового перехода будут построены подъездные пути. Общая длина участка составит 102 километра. По проекту автомобильная дорога будет иметь 4 полосы движения, по 2 в каждую сторону. Строительством будут заниматься ведущие специалисты страны, которые строили и Крымский мост. На совещании с губернатором Дмитрием Азаровым мостостроители отметили, что самарская конструкция имеет два уникальных момента. Во-первых, из 25 пролетов длина 24 превышает 100 метров. Во-вторых, если при строительстве Крымского моста максимальная глубина водоема не превышала 12 метров, то здесь 36. Мы делаем сейчас такой проект, который бы не допустил никаких отклонений, нарушений, специальных согласований и прочее. То есть это настолько выверенные конструкции, настолько уже отработанные решения, чтобы как можно быстрее, без каких-то задержек, сделать этот объект. Мост через Волгу станет частью международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 км в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары. Снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти. Обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны Тольятти, технопарка в сфере высоких технологий Жигулевская долина, автоваза, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольятинской агломерации. Самарская область насыщена объектами инфраструктурными, это из-за провода высокого давления, линии электропередачи и так далее. Все это максимально учтено при проектировании, но все это создает дополнительные виды работ на территории региона при прокладке самой трассы, ну и, конечно, строительство мостового перехода. Строительство моста начнется весной, а сейчас на обоих берегах Волги рабочие обустраивают подъездные пути, готовят причал для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут два рабочих города на тысячу человек, расчистят площадки, в том числе под бетонный завод. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мишканцов, События. Строительство моста позволит Самарской области укрепить свои позиции в качестве крупнейшего транспортно-логистического центра страны. А значит, стать еще более привлекательной для инвестиций. Об этом говорили на бизнес-форуме, где подвели итоги реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались вопросы формирования инвестиционного имиджа региона на международных рынках. Участие в форуме приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководители региональных министерств и ведомств, а также представители крупнейших транснациональных компаний. Участники встречи обсудили тему повышения инвестиционной привлекательности региона на российском и мировом рынках. Глава региона подчеркнул, Самарская область уже интегрирована в мировую экономику. Регион обладает большим экономическим природно-ресурсным, инновационным и человеческим потенциалом. По масштабу экономики губерния входит в десятку крупнейших субъектов России и уверенно сохраняет за собой статус опорного региона страны. По мнению участников форума, наиболее важной мерой поддержки для инвесторов являются налоговые преференции. И сегодня возможности ведения бизнеса в Самарской области выгодно отличаются от условий столичного и других регионов. Самарская область активно и динамично развивается, что позитивно оценивается ведущими кредитными рейтинговыми агентствами. За последние два года мы достаточно серьезно укрепились по многим-многим показателям, что нашло отражение в рейтингах. Это рейтинги финансовой устойчивости, кредитные рейтинги, в том числе международными рейтинговыми агентствами. Эти усилия были оценены. В этих результатах есть, безусловно, ваш вклад, никаких сомнений, вклад в людей, которые ведут бизнес на территории Самарской области. Рос не по годам, а по месяцам. В Волгаре заканчивают строительство нового детского сада на 215 мест. Работать начали в середине октября, а сейчас строительство завершено на 80%. Оценить качество и темпы работ приехала глава города Елена Лапушкина. Вот так, с тахановскими темпами, у нового детского сада в Волгаре появились стены. Сейчас рабочие уже приступили ко внутренней отделке. Возводить здание начали два месяца назад. Сейчас выполнено уже 80% работ. Одновременно со строительством и монтажом идут работы по облагораживанию прилегающей территории. Лично убедиться, что все идет по плану, на стройку приехала глава Самары Елена Лапушкина. Вместе с представителями профильных департаментов и подрядчиками. Вот это все, что вы видите. В новом детском саду будет сразу три ясельные группы, посещать которые смогут 60 малышей. Всего же в новые яркие стены примут больше 200 детей. Работы идут с опережением графика. На финальном этапе прокладка коммуникаций. Закупается мебель. Проведена и запущена в работу система отопления. С нетерпением ждем. Дети ждут, родители волнуются, переживают, тоже ждут открытия детского сада. Малышей у нас очень много. На территории сада заканчивает установка игровых площадок. Завершается укладка асфальта. Для комфорта маломобильных граждан предусмотрено специальное оборудование и лифты. Мария Елевна, Дмитрий Мешканцов. События. В новогоднюю ночь на площади Куйбышева будут выступать только самарские артисты. Праздник 31 декабря начнется в 9 вечера, а завершится в 3 утра. Безопасность гостей будут обеспечивать 100 полицейских, 40 народных дружинников и 150 сотрудников частных охранных предприятий. Об этом рассказали на рабочем совещании в мэрии под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Сейчас на площади Куйбышева заканчивают подготовку аттракционов. С 22 декабря начнет работу бесплатная деревянная горка с тюбингами. В этот же день откроется и усадьба Самарского Деда Мороза. В новогодние праздники на площади Куйбышева впервые будет работать специальная танцевальная площадка «Диджей Мороз». В каникулы на площади будут работать 8 торговых домиков, 10 киосков питания. Для гостей подготовят и два катка с подсветкой и сервис-центрами по заточке коньков. На льду будут проводить дни керлинга, фигурного катания и хоккея. 8 января проведут открытие соревнований «Золотая шайба». Глава Самары поручила подготовить и запасной закрытый лед на случай плохой погоды. Смотрите, какая будет погода 8 числа поближе там. И в любом случае сделайте для себя возможность, если вдруг снегопад, чтобы мы могли уйти на закрытую площадку и там провести открытие. У вас должно быть два варианта готовых мероприятий. Всего в городе будут работать 128 катков во дворах, у школ и в самарских парках. Первые ледовые площадки уже начали заливать. В парке «Дружба» каток просторный и комфортный. Для отдыхающих здесь сделали пункты проката и заточки коньков, а также кафе, чтобы согреться чаем или кофе в морозную погоду. А скоро появится и Wi-Fi. Как оценили каток, первые отдыхающие и расскажет наш корреспондент. У самарцев Елены и Вячеслава сложилась традиция зимой каждую неделю выбираться на каток. Говорят, заряжаться на льду энергией. В этот раз они отправились в парк «Дружба», чтобы оценить недавно залитый каток. Тут большой каток, елка, музыка. Очень классно, атмосферно. Именно вот на этом катке увидели объявление, что тут очень красочно, и музыка, и огни. Очень создает такое новогоднее настроение. Каток расположился в центре парка. Его площадь более 2000 квадратных метров. Здесь все для отдыха и новогоднего настроения. Красочная иллюминация, яркая подсветка и нарядная елка. Рядом можно перекусить, арендовать и заточить коньки по демократичным ценам. Лед на катке будут ежедневно очищать и обновлять. А со следующей недели в парке заработает бесплатный Wi-Fi, чтобы отдыхающие могли сразу транслировать пироэты и двойные тулупы в соцсети. Особенность этого катка в том, что он бесплатный. То есть сюда может прийти любой желающий. Пункт проката и заточка коньков работают ежедневно с 10 утра до 22 часов. Общая площадь катков составит 15 тысяч квадратных метров. Такие ледовые площадки появятся на площади Куйбышева, на набережной и в городских скверах. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. С 1 января 2020 года в Самарской области самозанятые должны будут платить налоги. Такой документ подписал президент Владимир Путин. Уже год закон действует в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Этот особый режим связан с упрощенным порядком регистрации без необходимости посещения налоговой. Самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники, не сдают какую-либо отчетность в госорганы. Они должны установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% при работе с компаниями. Отчисление налога необходимо делать ежемесячно. В Самаре до конца 2019 года два светофора на улице Аврора получат дополнительные секции. Модернизированные светофоры появятся на перекрестках с улицами Партизанской и Мариса Тереза. Кроме того, на перекрестке улиц Главной и Тракторной установят светофор для пешеходов с кнопкой. Она позволит включать для машин красный свет и безопасно пересекать проезжую часть. Светофорное пересечение улиц Фрунзе и Пионерской заработает к открытию движения по Фрунзенскому мосту. Резиновое жилье обнаружено в Самарской области. Хозяйка жил площади фиктивно прописала иностранцев за помощь в строительных работах. 56-летняя жительница села Зеленовка прописала у себя 15 мигрантов, двое из них проживали в доме. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Свою вину жительница села Зеленовка полностью признала. За незаконную прописку иностранцев ей может грозить до трех лет лишения свободы. В Самаре закрылась переправа по Волге. Об этом заявило Самарское речное пассажирское предприятие. Мера связана с погодными условиями. Сегодня омеки еще на речном вокзале, но рейсов в Рождествено больше не будет. В ближайшее время теплоходы уведут на зимнюю стоянку. Ледовая переправа на судне с воздушной подушкой начнется после того, как лед окончательно встанет. Сейчас подушки ходят только от Ульяновского спуска. Напомним, что лед уже доставил проблемы. 14 декабря пассажиры Омика, который курсирует по Волге между Самарой и Рождествено, попали в ледяную западню. Судно застряло во льду. В итоге людям пришлось несколько часов провести посреди реки в ожидании помощи. В Самарской области к середине недели потеплеет. Это связано с приближением Атлантического циклона. В понедельник сохранится устойчивый минус. А во вторник, 17 декабря, температура поднимется выше нуля, до двух градусов. Об этом сообщают синоптики. Ветер будет дуть юго-восточный с порывами до 11 метров в секунду. Аномальное тепло придет в 63 регион в четверг. И погода будет напоминать ноябрьскую. Телеканал «Самара ГИС» и благотворительный фонд «ЕВИТО» провели акцию для детей с особенностями здоровья. Фестиваль «Время жить» прошел в выходные. Взрослые порадовали детей и родителей многочисленными мастер-классами. А детские творческие коллективы устроили концерт. Иван Федотов родился на свет без уха. Бабушка двухлетнего мальчика рассказывает, чтобы вернуть ребенку полноценный слух, требуется дорогостоящая операция. Чтобы он был полноценный член общества. Наравне со всеми учился, слышал наравне со всеми. Это мечта, конечно, наша, вот как только мы узнали о диагнозе. История Ивана вдохновила самарских волонтеров. Они решили устроить благотворительную акцию «Время жить». Самарские музыканты и танцоры подготовили концертную программу. Активисты устроили мастер-классы по рукоделию. Собранные средства направят на операцию. У меня просто было такое чувство, прям уже наполненность. То есть это еще не случилось, но уже наполненность. Что да, мы на финишной прямой, мы все-таки собрали огромное количество народу. Выступающих, волонтеров, таких же, как мы, спонсоров. И к нам еще приходят и приходят. И вот мы сделали это. Мы уже сделали это. И это очень здорово. Это очень круто, я бы сказала. Это здорово, потому что, на самом деле, за время подготовки я встретила большое количество людей, как я говорю, щедро. Мы общались уже с благотворительным фондом. Я говорила, что у меня есть идея устраивать хотя бы раз в полгода подобные мероприятия. Следующее мне покатилось устроить перед Днем защиты детей. В организации фестиваля «Время жить» приняли участие телеканал «Самара ГИС» и благотворительный фонд «ЕВИТА». В жизни нашего фонда это первый фестиваль. Он организован полностью силами волонтеров. Дети поддерживают нашего ребенка. У меня такое ощущение, что вся Самара объединилась для того, чтобы помочь Ванечке обрести здоровье. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Лучшие детские сад года выбрали в Самарской области. Финалистов определяли в отборочных турах в городах и районах региона. В итоге в трех номинациях конкурса «ЗОЖ», «Образование и культура» за призы боролись 34 дошкольных учреждения. Победители два из Тольятти, один из Кенеля. В детских садах Самарской области воспитатели сейчас пытаются решить две задачи. Научить ребенка познавать мир самостоятельно и развить любовь к учебе. Жюри областного конкурса, профессора психологии итальятинских и самарских вузов отметили, что педагоги презентовали программы воспитания детей, учитывая их индивидуальные особенности. Они уже предлагают свои методы, свои приемы, свои формы, свои средства. И вот эти подходы, которые они представляют, они в основном личностно ориентированные. Каждый коллектив показывает ребенка, он в центре, и они идут именно из его интересов, из его особенностей, из его способностей, как бы расширяя границы возможностей ребенка. Вторая жизнь старых вещей. В Самаре прошел экологический фестиваль «Экобум». Зрителям представили показ моды и галатерейную выставку. Сергей Кизоркин познакомился с дизайнерами и научился сооружать космический костюм из картона и труб. Модельер-воспитатель, а модели – ребята из детского сада. Свою первую коллекцию одежды Елена Козлова назвала «Космическое притяжение». На создание костюмов ушел месяц. Материал – бытовой мусор, гофрированная труба, картонные коробки, фольга. Новоиспеченный дизайнер одежды уверена, старым вещам нужно давать новую жизнь. Фестиваль экологической моды «Экобум» в Самаре прошел впервые. Организаторы говорят, заявки на участие сотнями сыпались со всей области. Пришлось провести конкурсный отбор. В итоге на подиуме оказались лучшие коллекции одежды из вторсырья. С первого взгляда сразу и не поймешь, что эти вещи были когда-то в употреблении. Допустим, джинсовая одежда тоже. Ее можно переделать до бесконечности. Переделать, перешивать. И вот это как раз показ. А так как еще у нас это год театра, поэтому мы это еще усилили с театром. А так как у нас сейчас Самара – космические горы, то есть мы еще сделали номинацию «Космические». То есть, в общем, все, чем богато Самара, мы все в этом конкурсе применили. В жюри фестиваля «Экобум» известные самарские модельеры и дизайнеры, а также представители экологических организаций. Независимую оценку необычным коллекциям одежды дала и глава Самары Елена Лапушкина. Я убеждена, что все здесь присутствующие на этом мероприятии проведут замечательно свое время, сделают выводы и в очередной раз поймут, насколько у нас талантливые, ответственные и добрые люди. В демонстрации концептуальной коллекции одежды из стор сырья дело не ограничилось. Рядом была организована галантерейная выставка. Круговорот вещей в мире людей начинается здесь. В этот контейнер в одном из торговых центров Самары можно положить надоевшие или ненужные брюки, кофты, платья и даже шубы. Потом они окажутся на сортировочном пункте, где их могут забрать малоимущие горожане или модельеры для создания новой современной коллекции одежды. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Сотни смешных историй услышали самарцы на вечере КВН Лиги трудовой молодежи. В финале битва шуток проходила среди шести команд. Кто завоевал кубок веселых и находчивых, расскажет Сергей Кизоркин. Так, хорош, давайте лучше познакомимся. Это Лешка. Лешка раньше работала в ресторане, а потом пришел к нам в компанию. Так сказать, поставил крест на своей карьере. Обычно этим молодым людям не до шуток. Работа специфическая. Фирма по оказанию ритуальных услуг. Но это не мешает им в свободное время упражняться в остроумии. Правда, юмор у команды КВН «Поживем-увидим» тоже черный. Но публика принимает их неплохо, и КВНщики надеются завоевать Кубок Лиги трудовой молодежи. Мы стараемся добавить более яркие краски в наше выступление, чтобы совсем людям не было страшно смотреть на нас. Банкиры – народ хоть и серьезный, с деньгами шутки плохи. Однако в свободное от работы время не проще эмоционально расслабиться. Поэтому и создали команду с говорящим названием «По курсу». Это мы на работе серьезные люди. На самом деле мы такие же обычные, простые, веселые ребята, которым тоже нужен, знаете, отрыв и вот эти вот эмоции положительные, заряд. То, что вот заряжаемся от просто позитива самого зрителя. То есть вот это вот прям и очень много значит для нас. И прям хорошо в работе. В финал КВН Лиги трудовой молодежи попали шесть команд. Конкуренцию банкирам и ритуальщикам составили учителя, химики, нефтяники и ракетостроители. Тема главного конкурса «Домашнее задание» – новогодний корпоратив. Оценивали команды известные самарцы – спортсмены, режиссеры и телезвезды. Хотя попасть в жюри может любой человек. Один раз я пригласил водителя таксу. И он был членом жюри, это было необычно. Один раз мы сажали в жюри капитана подводной лодки. Был в жюри у нас и тренер футбольного клуба нашего, и хоккейного. Один раз мы просто по лотерее разыграли место в жюри среди зрителей. Мы стараемся все время экспериментировать, чтобы не только командам было интересно, но и зрителям. Чтобы завоевать кубок третьего сезона Лиги трудовой молодежи, команды не жалели ни себя, ни других. Шутили по традиции КВН над жюри, ведущим конкурса, суровой трудовой жизнью на предприятиях и самарским футболом. В итоге гран-при досталось сразу двум командам. По курсу и поживем увидим. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. История родных с фронтов и тылов Великой Отечественной. В Самаре прошли чтение имени советского маршала Александра Василевского. Как школьники видят события той войны, узнал наш корреспондент. Усталые, счастливые, мы и не подозревали, что уже как два часа началась война, что на наш город уже падают бомбы. Прабабушка-восьмиклассница Елизавета Когенова, Александра Фаер, прошла блокадный Ленинград. Голод, постоянные бомбежки. Несмотря на это, Александра Фаер тогда совершала свой трудовой подвиг. Вместе с другими жителями города рыло окопы и противотанковые рвы. Эту историю Елизавета рассказала школьникам. Это были чтения, посвященные маршалу Советского Союза Александру Василевскому. Дважды Герою Советского Союза, кавалеру двух орденов Победа. Он координировал и руководил военными операциями в Великую Отечественную войну и в войну с Японией. Наверное, я выбрала эту тему, потому что хочу, чтобы все люди знали о том, что надо помнить своих героев. Каждый школьник принес на чтение свою историю. Всего в сороковой школе собралось более ста учеников из разных уголков Самарской области. Патриотическое воспитание самое главное, наверное, в настоящее время. Мы должны помнить, мы должны чтить. Чтение говорит о том, что молодые люди изучают историю, историю своего края, историю государства. И когда они между собой поделятся, еще больше кругозор у них расширится. Победители выбирало строгое жюри из преподавателей и ветеранов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События. Баскетболисты Самары сыграли второй домашний матч подряд против уральской команды. Если с гостями из Ревды игра получилась напряженной и с дополнительным временем, то с гостями из Екатеринбурга волжане разобрались легко. Подробности встречи расскажет Андрей Горгуленко. После напряженной игры с командой из Ревды самарские баскетбольные фанаты матч против другой уральской команды ожидали с опасением. И поначалу тревога подтвердилась. Первый период гости выиграли 16-14, а затем и нарастили свой отрыв в начале второй четверти. После чего в дело включились уже и волжане. Игроки Самары организовали рывок 10-0, захватили инициативу и на большой перерыв ушли, уже ведя в счете 38-30. Третий период стал бенефисом самарских снайперов. Максим Дыбовский и Владимир Пичкуров устроили заочное соревнование, кто забьет больше трехочковых бросков. Всего на двоих форварды отгрузили в кольцо соперника сразу 8 дальних бросков. Сработало наше нападение, особенно начало третьей четверти мы забили с дальней дистанции и этим самым почувствовали какую-то уверенность. Но еще раз повторю, этот соперник неудобен не только для нас, но и для любой команды. К середине четвертой четверти преимущество Самары выросло до 20 очков, после чего волжане спокойно довели игру до уверенной победы 76-58. Мы в какой-то момент немножко потеряли свою игру, и они этим воспользовались и сделали рывок, который мы уже не смогли, к сожалению, вернуть. Баскетболисты Самары после победы укрепились на втором месте в турнирной таблице Суперлиги и все еще продолжают погоню за лидером чемпионата «Спартаком Приморья» из Владивостока. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самары ГИС» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова